Невысоко, зато стабильно. Сибирь третий год подряд завершила сезон на 11-м месте футбольной национальной лиги. Последний матч «Орлы» сыграли дома в ничью с астраханским «Волгарем». Об этой встрече и итогах сезона в нашем сюжете. Последний матч футбольной Сибири в этом сезоне. Принимаем одного из лидеров ФНЛ – астраханский «Волгарь». На трибунах, как и на всем протяжении чемпионата, немноголюдно. Только 600 зрителей пришли поддержать свою команду. Интерес к большому футболу в Новосибирске невысок. Клуб показывает не те результаты, которых от него ждут болельщики. Вот и в заключительном матче новосибирцы удержали лишь ничью. Аслан Дышеков в первом тайме вывел Сибирь вперед, однако гости во втором сравняли счет, реализовав пенальти. Настрой всегда у нас бы только побеждать, особенно дома. Мы с Тосной также упустили на последние минуты. Сейчас дома все время пенальти. Нам бьют, я не знаю, с чем это связано. Сомнительные пенальти. Вот сейчас тоже вроде Чеботару лежит, не трогает. Говорится, бил пенальти. Не знаю, ставят все время дома пенальти. Когда пропускаем, нам надо уже отыгрывать. Начинаем вперед все бежать. И получается нервозная игра. Качели туда-сюда. В весенней части чемпионата ФНЛ у Сибири не заладилось с самого начала. Первую игру уступили «Волги». А во второй с «Ромаверским торпедо» произошла драка. И сразу три игрока новосибирской команды – Беляев, Харитонов и Рухаия – получили дисквалификацию на следующие пять матчей. В итоге из 14 весенних игр Сибирь выиграла только две. Хорошая команда и, мне кажется, с хорошими футболистами. Может быть, там есть причины, одной не бывает, но, мне кажется, и матч, который сложный, здесь с квалификациями вы провели. И, в общем-то, безусловно, вы были наши, если можно сказать, оппоненты в борьбе за четвертое место. Но так случается, поэтому я думаю, что и болельщик должен с пониманием руководителя, с пониманием должны отнестись. За сезон в Сибири удалось набрать 51 очко и занять 11-е место в таблице. Третий год подряд. Задачу на сезон – оказаться в шестерке сильнейших – команда не выполнила. Сложно было. И нас некоторые команды обошли в том плане, что, ну, честно говоря, скажу, что, опять-таки, эмоциональный фон, который был в этих командах, он был несколько выше. Потому что, где мы могли этих очков набрать, если бы мы очков еще 9 взяли, это как раз зона почти стыков. Это как раз решение задачи, которую бы мы не набрали. Вот 9 очков мы не набрали, которые решили бы нам нашу поставленную задачу. Однако похвастаться Сибири все же есть чем. Нападающий команды Максим Житнев по итогам сезона стал лучшим бомбардиром ФНЛ. На его счету 16 голов. Победителем первенства стал Оренбургский «Газовик». Выход в премьер-лигу также оформил тульский «Арсенал». Томи и Волгарю предстоят стыковые матчи. В свою очередь, московская «Динамо», проведя крайне неудачный сезон, спустилась в ФНЛ. И в следующем году Сибири предстоит сыграть с этой легендой российского футбола. Маргарита Онникова, Константин Бухтатов и Алексей Баженов. Новости ОТС.